это колокольчик чтобы я могла всегда позвать горничную здравствуйте дорогие любители карточных гаданий любители таро нам предстоит гадание на следующей неделе пока еще ноября неделя может оказаться очень важной для кого-то даже решающий по разным причинам общая карта недели и вы готовы так хорошая или плохая посмотрите рассмотреть замечательные бесконечно талантливые просто не знаю какие-то сумасшедшие ценные иллюстрации здесь кубков да паш кубков легкая романтичная интересная возвышенная во многом обещает она новые знакомства вот вы готовы кстати вот рассмотрите чтобы больше для вас было информации больше информации для вашего подсознания для вашей интуиции рассмотрите здесь много символов художница изобразила на этой карте и символы в к 2 это можно сказать главное они как раз и отвечать на вопрос они говорят чего от той или иной карты ждать когда в основном это новые люди и новости приход любви приход какого-то нежного романтического чувства причем с одинаковым успехом могут влюбиться вас и можете влюбиться вы паш кубка возможно речь идет о вашем ребенке для ваших детях потому что карта описывает вообще всех молодых персонажей которых мы встречаем жизни всех молодых людей когда вы включаете видео с любым гаданием моим чужим не надо чужие смотреть только ольга филимонова я ценю верность я ценю преданность узнаю поймаю выкажу так вот вы знаете что вы подключаетесь к мощному древнему эгрегору это эгрегор таро который в свою очередь обслуживает еще более древние еще более мощные эгрегоры какие-то такие предсказательные просто эгрегор гаданий эгрегор будущего в конце концов до самый наверное мощный который есть на свете к чему это я правило техники безопасности нужно соблюдать когда мы гадаем на картах некоторые знают это некоторые не в этот момент вот вы берете колоду карт например дома с подружкой когда сидите и прямо в этот момент такой условный гром небесно раздается и устанавливается вот это знаете протягивается такая ниточка от вас от вашей ну как хотите от вашей макушке наверное проще всего оттуда же мы управляемся да от вашей макушке протягивается вот это вот ниточка невидимая очень тонкая но бесконечно прочная туда туда к эгрегору таро к эгрегору гадани к эгрегору будущих игры и грегоры сущности без чувства юмора это я вам точно могу сказать и они вот этого вот и силе не любят не понимают да не разделяя они самолюбивые сущности эгоистичные и любят почитание любят чтобы их кормили любят чтобы без к любят пользоваться бесконечным авторитетом у нас но мы конечно не не такие чтобы все их желание исполнять удовлетворять хотя хотелось бы и знака скорпиона солнце переходит стрельца это важно это крупно это касается всех потому что представьте до этого три недели мы плавали а теперь мы условно говоря полетим плавали потому что на таро календаре орудовали у нас водные карты и солнце было в водном знаке в скорпионе поэтому все внимание эмоции мы приобретали эмоции растрачивали делились ими притягивали чужие провоцировали кого-то мы не подвергались манипуляциям и так далее теперь резко 22 ноября вода сменится самая застойная пассивная вода уступит место самому активному мерцающему знаете стрелец это огонь мерцающий непостоянный в отличие от других там огненных категорий скажем вот и поэтому двадцать второго я не помню точно когда это произойдет это но днем после трех но ранее прежде чем раньше до восьми 22 числа и все поменяется знаете как по щелчку пальцев все станет другим естественно поменяется и картина на таро календаре нашим любимым кстати смотрите кто не смотрит плейлист таро календарь полезная вещь на моем канале где я про каждую декаду года рассказываю как правильно проживать так вот на таро календаре сейчас пока еще и в самом начале недели исследуемой нашей будет семерка кубков и это время выбора это время сомнений где-то время слез знаете семерка кубков понятно как все кубки водная карта но на какая-то еще более водная и жидкости на ней больше чем на других картах масти поэтому она немножко слезливая такая же семерка кубков поэтому не удивляйтесь что под занавес под занавес я имею ее владычество но заставит многих бессмысленные слезы полить там посомневаться чем-то так таком посожалеть вот 22 числа все поменяется и это наступает время везения время быстрых действий восьмерка жезлов на свою вахту выйдет а восьмерка жезлов раздает внезапное очень случайное везение всем если вам сейчас кажется что вам не везет что вы немножко запутались плаваете собственной жизни не знаете что выбрать не торопитесь не торопитесь события 22 числа все станет на свои вот эти последние ноябрьские розы посмотрите нежные розовенькие вот такие они для вас кто нуждается внешне в нежности кто нуждается в букетике кто нуждается вот такой вот трогательной поддержки это все для мы подключаемся к агрегору таро мы осознаем ответственность и ценности это вода мы не шутим и не смеемся кстати очень 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 прошу автора этой колоды отозваться написать мне письмо мне есть что вам сказать автора этой вот этой вот колонном достается король пентаклей а я даже думаю что вторую карту здесь не надо тянуть чтобы картину то не попортить король пентаклей с одной стороны щедрый денежные какой-то правильный интересный мужчина или верность этого мужчины мужчина демонстрирует чувства или какой-то преданность приверженности или готовность продолжать общие дела продолжать отношения продолжать брак в конце концов да потому что король пентаклей тощий муж колоде таро а вот и с другой стороны это хорошая крупная денежная карта которая ну как бы гарантирует что-то гарантирует денежное процветание скажем хорошие заработки или выгодные инвестиции вложения возможность что-то выгодно купить но итальянский оракул еще давайте нам что тогда ухо сообщение вас ждет сообщение судя по всему о деньгах письмо которое вы давно ждали это может быть приглашение на работу это может быть какое судебное решение по которому вы получаете свое телец получает у нас получает у нас телец конфликтного придется вам еще карты тянуть не хватит одной карты нельзя с такой одной карты остаться дорогие тельцы это конфликтный рыцарь мечей поссориться придется с кем-то выяснять отношения с одинаковым успехом на вас могут нападать вам предприявлять ртензий но и вы тоже в долгу судя по всему не останетесь вообще рыцарь мечей знаете это вот карта которая советует показывает себя с худшей стороны вот представьте такое вроде бы вредный дурную совет не совсем приемлемый да вот с точки зрения социума современного но тем не менее не обязательно кому-то нравится не обязательно следовать правилам не обязательно рыцарь мечей рекомендует не оправдать чьих-то ожиданий готова в это вот мне оправдать вот по-своему поступить может быть дерзко может быть грубо луна рядом долгосрочность этого конфликта подтверждает если вы с кем-то поссоритесь допустите эту ссору то надо надолго ну как минимум месяц продлится я продолжаю гадание другие знаки обидеться и скажут как это так почему тельца много карта нам по одну оболтают императрица спасает на помощь спешит и говорит что лично у вас то есть объективно по факту все будет хорошо и вот эти конфликты желательно как постараться можно постараться оставить за спиной то есть сможете перешагнуть если это спор о деньгах как какая-то конфликтная ситуация не связаны с деньгами с материальными ценностями помните вы остаетесь при своих вы все равно остаетесь в плюсе выигрыша и со своей выгодой а там где-то за вашей спиной знаете могут быть и сплетни разговоры ложь и наговоры интриги я все про какой-то такой трудовой коллектив рассказан на самом деле эта история нам и про любовь может быть и про семью вот но решается вопрос вообще кстати про любовь сказала такая большая большая любовная интрига вырисовывается у тельца большая большая любовная интрига непонятная опять же много сокрыто есть и большая тайна есть какая-то конфликтность непонимание между партнерами есть какой-то острый разговор на котором может быть вы настаиваете но есть и вот этот вот момент любовный такой очень романтический будет повод что называется почувствовать себя женщиной одну карту давайте с вашего позволения еще я достану потому что не так просто все не так как хотелось бы эти неожиданные деньги неожиданные крупные новости о моценностях какой-то по вашей состоятельности и итальянский оракул на что обратит внимание цельца ляманте любовник или влюбленный какой-то человек и а учитывайте что общую карту для всех мы паш кубков достали то есть любовное признание любовное послание любовное письмо в конце концов а вот и здесь ляманте в общем кто-то поет серенада под вашим окном дорогие близнецы мы договорились сегодня так с кем мы договорились не знаю если достается первая хорошая карта вот из этой вот колоды райдера и уайта самой знаменитой карта таро достается хорошая карта все я вам ее интерпретирую применить на к моменту к небу и к моему собственному настроению да вот и дальше мы не продолжаем если попадает плохая карта мы разбираемся а что собственно плохо что делать и кто виноват и так для близнецов ох старший аркан карта очень хорошая супер хорошая хотя в классической школе таро колесница по-разному читается особенно соседстве с разными картами но вот мой опыт или может моих руках колесница всех всегда хорошо поездка самое главное крупная внезапная поездка в как которую вы не планировали не это что колесница нарушает планы нет вы не планировали я но вы мечтали туда поехать но просто почему-то раньше не могли например у вас не было времени не отпускали вашего вас в отпуск а может быть не было денег ну здоровья там в крайнем случае вообще колесниц это как раз пертурбации вот те самые что-то зацепилась я за это слово знаете то есть это нарушение планов но она она очень беспокойная но она такое крупно это внезапная командировка может быть этому может быть и смена там место жительства и работы и каких-то любовных предпочтений в общем неделя дорогие близнецы для вас полна открытий и дорог а дороги в себя включают естественно и новое знакомство и новую информацию и новые ваши способы для вас способы взаимодействия с миром карта колесница советует не бояться перемен ездить при всяком удобном случае смотрите что-то самое интересненькое самое такое впечатляющее что-то самое важное с вами случится именно в дороге поэтому соглашайтесь на дороге если вас зовет кто-то там не знаю подружки зовут на выходные поехать кататься куда-нибудь на экскурсию какую-то в общем соглашайтесь на дороге ездите не бойтесь перемен и то же время не пытайтесь контролировать судьбу но пытайтесь контролировать себя знаете парадокс и тревожность карта колесницы как раз со стаят в том что возница здесь никогда не держит поводье вот здесь правильно нарисовано видно да что о поводья в как таковых и нету не держит это возница не держит поводье это символ того что бесполезно управлять ситуации сейчас бесполезно управлять судьбой вселенную не волнует ваши планы уж тем более там даты суммы что-то какие-то такие вещи детали вот но этот же возница постоянно эти поводья ловит он их пытается поймать то есть представьте невозможно управлять судьбой но при этом вы все время должны пытаться это делать ловить по воде и не поймать да у каждой карты таро на самом деле много смыслов и они очень глубокие философские составляют очень о многом задуматься и колесниц это как раз вот этот вот баланс между нашим контролем и здоровым фатализмом и готовностью доверять судьбе дорогие раки следующий прогноз будет для вас мы договорились что если будет выпадает от 1 карта хорошая то она так одна и остается я вам ее интерпретирую и на этом мы заканчиваем если выпадает плохая карта то мы будем разбираться что собственно плохо кто виноват что с этим делать правильно и так достается вам ну скажу я так карта средненькая семерка пентаклей семерка пентаклей это напрасные усилия или не оправдавшиеся ожиданий поэтому вот если вы много запланировали на эту неделю и хотите ждете от себя много естественно от людей от мира если вы прям вам нужен результат вырезать экзамен то будет пересдача вряд ли вы провалитесь но и не дотянете этого нужного балла вот семерка пентаклей и и вот это именно плохо с именно в том что что-то случилось все-таки что-то достигнуто что-то выросло сколько-то заработали о чем-то договорились но это все равно не дотягивает до вот этого максимального результата не дотягивает до той планки которую вы себе поставили буквально пустые хлопоты карта обозначает усилия которые немножко не туда немножко может быть расстраивались карта что-то разменивает знаете есть такое выражение разменять миллион по рублю вот есть риск разменяться вот разменяться разговорах знакомствах контактах в деньгах часто разменяться то есть вместо того чтобы купить одну ценную дорогую вещь которая будет радовать там годы до можете потратить на какой-нибудь ноябрьская распродажа ту же сумму но на какие-то мелочи пустяки и в итоге папа получится это ни уму ни сердцу не заметите не и не вспомните куда же у вас деньги то есть вот начнем семерка пентаклей акцентирует она говорит она очень советует рассчитывать усилия и не мелочиться ни в коем случае не мелочиться брать только много сколько сможешь внести ту же зла подвете тоже если вы услышали совет или семерки то возможности карьерный рост приглашение на работу приглашение к бизнесу ту же слов это появление кстати это смена вот это вот солнечной энергетики вам говорила да у нас за 2 числа жезла же включается время восьмерки жезлов будет и это приносит шансы очень крупный шанс поменять жизнь у вас будет срочный рискованный и что-то вот ваше настроение не нравится нам нам с картами не нравится важно стране может быть приглашение например опять же на карьере предложение о новой должности которая вам почему-то мало или кажется таковой что-то вас все равно разочаровывает и есть ощущение что вы не доиграли недостарались если речь идет о любви то в общем сценарий тот же самый тут же это появление партнера появление страсти появление какой-то любовной силы энергии вашей жизни но у вас остается немножко кислое лицо при этом да это может быть и поступок какой-то подвиг любимого человека ради вас вашу пользу поступок подарок хотя бы какой-то это подарок который вам не очень нравится может быть не нравится он сам а даритель не нравится или то с какими словами с каким настроением это подарок получается вот такие две абсолютно абсолютно разные карты это судьба готовится вас осчастливить но у вас это вызывает сомнения для льва будут следующие карты льва ждет победа на небе у нас восьмерка жезлов будет а вам выпадает от этого шестерка жезлов очевидно и одна из самых кстати простых таких вот по хорошему по хорошему по хорошему простых карт в колоде шестерка жезлов это триумф это момент когда вы побеждаете и это все замечают и все вам завидуют аплодируют и все вас хвалят все что в общем и хотелось наверное получить шестерка жезлов шестерка жезлов это сданный экзамен это такое очень яркое какое-то победное вступление в должность карта обещает и карьерный рост и любое другое признание что-то вроде вот орден знаете шестерка жезлов это орден это когда он дает орден почетную грамоту когда вас выделяют среди других людей хвалят и вы с этим согласны то есть вам предстоит дорогие львы въехать ваш условный какой-то такой вот город белый на белокаменный на белом же опять-таки коне одержать победу возможно это победа в любви шестерка жезлов в любви обозначает трофейные настроения когда вы любимого человека из чужих цепких лапок например забираете и побери уносите к себе в гнездо в логово до перетянуть внимание соперницы внимание любимого человека соперницы на себя это будет шестерка жезлов получить внимание любовь или признание там от человека которого вы давно добивались которым вы мечтали это тоже шестерка жезлов и итальянский оракул давайте что еще подскажет советы нужны дальше стоит шестерки жезлов на конечно бесконечно доверить себя этот случай когда вы знаете когда приходит победа как на современные разные тренеры лично снова роста учат и разные психологи говорят что ты будешь победителем только тогда когда заранее заранее себя так почувствуешь и шестерка жезлов как раз это советует какой бы трудно сейчас львы много пишут в комментариях да что трудно трудные времена вы переживаете очень много пертурбации тех самых какой бы трудной недели не казалось какая бы она вам не при не предстояло такая может быть противненькая или конфликт и заранее вообразите себя победителем вот этот вот условный орден вот это вот признание какой-то дайте себе тогда конечно победитель подсказка итальянского оракула пожилая женщина ищите ответа у пожилой женщины пожилой знающий женщины может быть у какой-то старший родственник или даже гадалки дорогие девы мы так договорились сегодня что если выпадает одна карта хорошая первая карта то я ее для вас читаю интерпретирую и больше не вытягиваю чтобы мы не расстраивались чтобы не мы не путались если будет плохая карта то все будет по-другому давайте посмотрим о куда уж лучше туз кубков хорошо отлично подарок или большую любовь или большое чувство карта вам обещает туз кубков переполняет душу самыми светлыми помыслами самыми счастливыми ожиданиями знаете туз кубков это главный в колоде таро посланник истинной любви поэтому держитесь дорогие мои девы большая любовь любовь всей жизни очень сильные романтические переживания для вас не за горами для вас готовят это время вот нет более чувственной нет более щедрой более романтичной карты естественно чем туз кубков если вы одиноки если нуждаетесь в таком знаете безусловном и бескорыстном тепле сердца другого человека то ловите это туз кубков туз кубков это такой безупречный подарок от вселенной а чем еще больше у нас может одарить вселенная как только не любовью а если вы сейчас уже в браке в паре если у вас уже есть любимый человек то готовьтесь от него ловить переживать какой-то подарок считается что туз кубков часто приносят подарок нематериальные нематериального свойства то есть это это признание в любви чувствах это может быть какой-то очень-очень не знаете такой души щипательные души спасательные что ли разговор то признание в любви давайте кто не любит признание в любви и хотя иногда иногда это же карта обозначает и подарки которые вполне себе можно конвертировать и спрятать куда-то отложить то есть вы можете вас могут просто дарить той же самой премии но если вы получаете премию от начальства например по тузу кубков имейте ввиду что к вам в руки тогда идут не только деньги потому что тогда бы была какая-то просто денежная карта знаете хотя бы туз пентаклей да а с тузом кубков идет признание если это премия если это какой-то даже денежный приз подарок то вам вдвойне приятно его получать потому что он этот подарок с душой и он вызывает у вас какой-то еще и сердечный трепет а не только желание в ближе бежать в ближайший мол и потратить эту премию и совет итальянского оракула пусть будет для девы совет итальянского оракула какой будет дисгразия по моему так это слово звучит беспокойство или дискомфорт и вот смотрите что получается любовь любовью чувство чувствами признание признаниями но вам это это ваша привязанность или это ваше чувство это ваша любовь может грозить серьезными просто переживаниями просто большим беспокойством а я скажу так что это очень даже неплохо наша настоящая любовь настоящие чувства не всегда сопровождаются и страданиями тоже помните как старой песне поется любовь никогда не бывает без грусти общий совет карт откройте ваше сердце даже распахните его потому что я вижу рядом с вами все-таки кого-то очень очень достойного человека и возможность большой любви большого чувства пусть даже немного местами разрушительного для весов года следующей карты переход от воды к огню переход от семерки кубков к восьмерки жезлов который 22 числа у нас ожидаются среду может быть как раз вот для весов будет менее болезненные или менее резкий потому что для вас обе стихии дружественные обе карты дружественные может быть в это как раз обойдетесь без потрясений и колесница достается веса вот посмотрите большие перемены вас ждут поездка перемены в жизни в семье в работе в настроении или во внешности или вас вообще физическом каком-то вашем существовании колесница это те самые пертурбации то есть момент когда все закрутилось когда все становится непонятным когда смешались кучу кони люди вы не управляйте судьбой и делать очень мало выбора такое будет ощущение что вселенная все выбирает за вас но поскольку колесница это транспортное средство сразу обращайте внимание именно транспортные средства это может быть покупка машины это может быть естественно поездка на любом транспортном свете не обязательно на гужевой повозке запряженные левами как тут изображено приветствуйте перемены не цепляйтесь за прошлое говорит вам карта и побеждайте побеждайте к вообще карта победа она так называется да то есть вас ждет победа с данный успешно сданный экзамен причем успех здесь более не от ваших усилий даже идет а от вселенной то есть вселенная готова вас вот одарить даже какие-то незаслуженные можно сказать и синие очень хорошая карта и я бы хотела так дополнить ее итальянским оракулам все сбудется на любой вопрос если вы успели задать колесница конечно же говорит да вы даже не представляете насколько вам повезет и бельведер выпадает вам буквально высота или высокое место карта это переводится бельведер да это какое-то высокое место с которого вы видите как на ладони картину сражения видите и можете соответственно стратегически как-то мыслить карта советует возвыситься над суетой то есть посмотреть сверху с высоты или свысока на какие-то трудности или проблемой и и удалиться вот такой картой нельзя мелочиться нельзя рассматривать детали нельзя ну знаете критическим глазом залазить там вот в какие-то вот совсем не несущественные такие факторы и факты происходящие то есть вы должны быть стратегом это время когда афир время довольно требует философского настроения потому что смотрите без вашего выбора вселенная распоряжается вашей жизнью а вам что остается абстрагироваться да немножко выйти из собственного тела и посмотреть на происходящее со стороны на себя посмотреть как на ну не знаю персонажа какой-нибудь популярной компьютерной игры или какого-нибудь популярного такого вот сериала карты безусловно советуют очень-очень не бытовое видение бытовых ситуаций дорогих скорпионов самые-самые остаточки у которых дни рождения еще вот в начале следующей недели я поздравляю вот эти розочки последние ноябрьские особенно для вас но в такое время родились не розовая скажем так не цветочная тем не менее всех поздравляю поздние скорпионы желаю вам естественно здоровья счастья и денег побольше желаю вам жизнь полегче чтобы знаете за за вот эту вашу бесконечную выносливость и силу жизнь все-таки не слишком вас нагружала не слишком испытывала не слишком много давала поводов это самую силу показать а то есть вселенной да знаете работают такие законы типа кто везет на том и едут вот чтобы поменьше на вас ездили вот что я вам хочу пожелать и посмотрим что за карты или одну может быть если будет хорошая карта мы остановимся на для скорпиона карты на неделю куда уж лучше туз кубков послание к истинной любви большое большое чувство ваша любовь вас ждет любовь новая которую вы можете встретить или любовь проявленная которую вы вот знаете это воплощенное чувство воплощенные эмоции оплощенная привязанность то есть туз кубков это любовь которую вы прям вот можете чувствовать осизать а как разные есть способы показать любовь и разные есть способы ее угадать или рассмотреть да проще всего конечно любви сказать поэтому туз кубков это признание в любви и вам предстоит его услышать тут многое зависит уже от разных гендерных заморозчик да если вы девочка то скорее всего вам предстоит все-таки дождаться любовного признания а если вы мальчик то этот туз кубков вас подталкивает под локоток и советует вам совершить это любовное это признание советует вам признаться кому-то в чувствах да вот так вот туз кубков подарок как правило не материальный подарок то есть это вот проявление любви причем она это может быть и дружеская любовь это может быть и родственная любовь туз кубков это вот такой момент когда вы вдруг смыслы любви ощущаете а вместе с ними и смыслы существования своего да потому что опять же вселенная так распорядилась что только через любовь через проявление любви мы понимаем что живем не в матрице в каком-то таком реальном мире вот эта карта примирение то есть вы можете как-то по-крупному абсолютно как бескорыстно безвозмездно и навсегда с кем-то помириться то есть она настолько с любовью эта карта настолько в ней много прощения принятия какого-то душевного комфорта что ее так считают карты примирения довольно крупная карта примирения опять же этой совет для вас то есть покажите любовь с кем-то ну помиритесь буквально не будет лишним иногда кстати туз кубков описывает и подарки материальные тоже но их сопровождает что-то сильное чувство это не тот момент когда вы холодно там из рук вселенной получаете большую прибыль например от своего бизнеса да это не тот момент это вы получаете ту же самую сумму в тех же самых например купюрах и в том же самом месте но почему-то сердце ваше переполняется благодарностью всевышнему или каком-то конкретном бизнес-партнеру то есть это могут быть деньги это могут быть деньги это могут быть мать ценности но они с любовью может быть все в этом смысле туз кубков даже дает фору тому же тузу пентакли который просто деньги знаете без без любви но лучше же чтобы и то и другое хотя я не знаю крупная хорошая подарочная неделя ждет скорпионов что вполне логично да ваш месяц ваше время скорпиония исчерпывается заканчивается среда то есть часики пробьют уже и понятно что под занавес хорошо бы чтобы вселенная бросила каждому скорпиону букете какой-нибудь так итальянский оракул вам сокровища предлагают презенты ди пьетре претьеза пресенты ди пьетре претьеза дословно это типа подарок драгоценных камней или что-то но опять речь про подарок идет мы тут точно не промахнемся стрельцы и вот пришло время поздравлять с днями рождения стрельцов потому что 22 числа солнце перейдет в ваш знак дорогие стрельцы и это значит очень многое для каждого из вас во первых вам тотально везет естественно в каком знаке находится солнце тому значит знаку и везет это такое очень простой и примитивный грубой рубленый такой топорный закон вселенной поэтому ждите вообще-то мы все ждем и вот я например вообще не стрелец ни разу и очень далеко но я со всеми другими знаками зодиака жду большого везения именно в этой точке когда ваш знак зайдет солнце потому что стрелец знак огненный везучий и по чуть-чуть вы транслируете знаете такой свой вай-фай удачи раздаете всем же рядом вы замечали да что с кем вы начинаете дружить тем везет но это ваш талант ваша карма такая карты для стрельца маг очень уместная карта первое что она говорит вы очень много сможете вот подумайте сейчас есть у вас какие-то грандиозные геройские планы на следующей неделе если нет время есть пожалуйста сочините их потому что вам предстоит побыть магом волшебником в этой бесконечной эстафете вот это вот эстафетная палочка волшебная палочка сейчас переходит к вам в том числе опять же потому что солнце ваш знак идет заходит вот и вы так много сможете так много сможете влиять на судьбы свои и чужие карта отвечает да на любой вопрос который вы успели задать если не успели задайтесь теперь что для вас самое главное сделать в эту неделю и вот карта маг говорит во первых есть советы она говорит поторопитесь во первых во вторых максимально верьте в себя то есть ручки то надо ручки то надо как-то разогреть знаете вот этот волшебную палочку южна даже как-то же это активировать да от вас нужна активность от вас нужна смелость здоровый эгоизм в это время итальянский оракул нам что-то должен пояснить диспетчера беспокойство диспетчер такая карта конечно неоднозначно беспокойство мы все не любим но я думаю вместе это карты немножко просто нагнетает что неделя беспокойная неделя с переменами неделя с каким-то недовольством хотя я думаю диспетчера недовольство скорее переводится это слово до недовольство то есть вы будете недовольны чем всеми дровами которые вы сами же и наломали здесь много силы вашей это же время готовности отступить или пожалеть что же я наделала что же я творил то же время это недовольство жизнью судьбой самой это же собой это такая вечная движущая сила которые помогают нам состояться и чего-то достигнуть еще предсказание карт будет для козерога мы с вами дорогие козероги договорились так если будет карта хорошая мы на этом остановимся я ее интерпретируют прочитаю для вас и не будем искушать судьбу и доставать следующую потому что вдруг она будет хуже а если достанем первую карту плохую то он потребовал ответа деталей что делать и кто виноват хорошо пойдет так давайте попробуем это гадание для козерога средняя карта которая кстати сегодня систематически и регулярно завидным постоянством повторяется козерога ждут пустые хлопоты и не вполне оправдавшиеся ожиданий а также усилия которые дают средненький результат то есть карта отвечает скорее да на любой вопрос который вы успели задать сдам ли я экзамен да возьмут ли меня на работу до признается ли мне в любви и сделали предложение любимый человек да но вы всегда оставите для себя вот этот вот предлог но вы скажете в компанию в которую я хотела и просилась меня приняли но скажем не на самую завидную должность до скажете квартиру которой я мечтала я договорилась купить но не по самой выгодной цене или любимый человек обратил на меня внимание написал после долгой разлуки но написал не совсем то что я ждала то есть вот эта семерка пентакли дорогие козероги это вот все что через но и на ней поэтому в классических колодах рисуют человека который выращивает сад или какой-то куст куст вырастает не ждет его фиаско явно кусты вырастает и даже плоды какие-то дает но это не те плоды которые ждал наш герой понимаете да смысл карт и в целом из плохого она обозначает беспокойство недовольство претензии естественных жизни к миру и к себе а из хорошего возможность и даже необходимость продолжать так например если вот как с нашим примером да вас взяли в повысили в должности но не 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 настолько насколько вы хотели семерка пентаклей это не карта провала она говорит стоит продолжать продолжайте стараться работать на ваш посложный список и тогда через время получите то есть видите этот герой на семерке пентаклей это такой мичурин мичурин который вот увидел что у него не тот сорт яблочек то вырос но на яблоньки значит привьет другой сорт и в конце концов добьется своего эта карта приветствует терпеливых людей которые через не могу и через не хочу поддерживает оптимистическое настроение продолжает работать кстати о работе карта часто имеет непосредственное отношение на к работе к вашим усилиям то есть она например описывает работу которая не нравится и не приносит результата сейчас денег работу на которой не удается показывать заработать сколько хочется так вот совет такой а вы все равно продолжаете а вы все равно старайтесь а вы все равно ходите работой так как будто бы тебе за это не не надо денег в этом ключе к успеху но интересная карта на не считается самой позитивной или самой содержательной в колоде но есть о чем подумать так много совета совет продолжать терпение но кому говорить о терпении за третье колесо фортуна переворачивается для вас то есть сейчас пока семерка пентаклей подождать его терпеть потерпеть заставляет себя а где-то за следующим поворотом все-таки судьба притаилась и хочет вас удивить или как-то одарить про терпение козерогов легенды слагают люди до козероги же также как тельцы или девы все ваши из вашей земной стихии самые терпеливые люди которые терпят то что давно уже не надо было бы честно говоря это уже земной человек я знаю про что говорю так и пояснение или советы итальянского оракула для козерога станция станция комната станция комната стая по-болгарски станция и стая да кстати похожие слова и обратите внимание на какое-то помещение то здесь интерпретация карта все очень просто помещение некое помещение очень важно ваше нахождение в этом помещении выбора помещения например выбор комнаты выбор локации для каких-то важных переговоров или для заключения сделки для совершения другого какого-то такого ну знаете социального обряда то что происходит в комнате в каком-то закрытом помещении при закрытых дверях и может быть даже задернутых окон окнах вот это важно готовы ли водолеи слушать предсказание карт на следующей неделе помните мы подключаемся к эгрегору таро сущность это серьезная сущность и это довольно эгоистичная мстительные поэтому давайте таро уважать и рассказы таро уважать я сказала мстительная карта перевернулась но это случайно императрица достается водолеем успех здоровье любовь щедрость в обе стороны от вас и к вам возможность карьерного роста возможность просто занять какой-то новый социальный такой вот уровень возможность начать дело всей жизни возможность кого-то крупно поддержать карта авторитетно и очень-очень ресурсно вообще для чего императрица существует в колоде таро в ряду старших арканов это точка на которой появляются или как-то обозначаются ресурсы карта богатых людей но поскольку императрица женская фигура да то есть считается что это карта богатых женщин подумайте где почему в каком месте вы ощущаете себя именно богатый богатый богатой женщин императрица привлекает внимание женским делам женские разговоры знакомства к женщин с женщинами даже помощь какая-то крупный может прийти именно от женщин это кстати совет обратиться за и подсказкой или за деньгами на бизнес например именно к мудрой взрослой и состоятельной женщине исполнение какой-то женской мечты императрица женские мечты бывают разные как правило они но так считается условно с любовью и деторождением связаны вполне себе достойные интересные такие вещи и изобильная очень карта то есть будете чувствовать себя на троне как императрица будете чувствовать что все вокруг по вашему что вы очень многим распоряжаетесь очень на многих влияете но карта очень благородная и она конечно взамен за эти ресурсы за эти деньги за красоту за авторитет много потребует в частности честность от вас нужна абсолютная честность причем знаете она какая-то такая глубинная глубокая то есть это не просто призыв там не лгать на словах говорить правду на словах это призыв еще очень очень честно чувствовать а это для нас вообще очень сложно потому что все вообще глубоко сильно загнать слишком то есть это честность перед самой собой вам потребуется очень трудно испытание мало кто справляется и карта щедрости то есть поступок какой-то щедрый очень вместо будет с вашей стороны очень-очень-очень-очень-очень-очень уместно пояснение итальянского року для водолея хотя императрица вот она такая самодостаточная карта в принципе не нуждается но что-то еще сперан сперанца сперанца размышление что-то по-моему так вот раздумья на размышление мысль ну понятно что карта не знаю наверное рекомендует подумать не совершать каких-то опрометчивых внезапных поступков и тел карта описывает вообще в целом мыслительные процессы и работу серых клеточек то здесь какой-то успех вам приходит именно через интеллектуальные усилия через какие-то догадки через такую энергоемку мыслительную деятельность следующую карту мы достанем конечно же для рыб одну карту несколько посмотрим как пойдет у нас но вот представьте дорогие рыба что же происходит водное время а до этого мы целых три недели водных переживали три декады вернее у месяц на водный такой скорпионе время воды заканчивается исчерпывается и на вот это вот лун небесную арену да как управитель выходит огонь 22 числа солнца перейдет в знак стрельца мерцающий обжигающий очень рискованный очень смелый спешный огонь управляет небесами управляет высшими силами и нашими судьбами он для рыб как как для всех водных людей этот переход от воды к огню может очень болезненно ощущаться потому что из стихии в стихии переход и одна из этих стихий для вас вода родственная родная а другая абсолютно чуждо и очень-очень недружественно это не отменяет тотального и повального везения рыбам повезет под восьмеркой жезлов после в конце ноября тоже как и все потому что это на все это урок календарь на всех распространяется всем работают и но тем не менее смотрите следите за собственными настроениями за тем как вы оцениваете окружающие происходящее для рыб первая карта нас какая король мечей король мечей это казенные дела и все люди которые имеют по определению по закону в какую-то власть над вами вот люди которые имеют над нами власть по закону давайте подумаем кто это ну конечно самая ближайшая фигура это ваш начальник по закону по должностным инструкциям силу от этих приказов которые умер в этом оформлялись этот человек который вы должны слушать и вот король мечей это такой собирательный образ просто силы вполне бытовой человеческой силы против которой не попрешь и образ человек с которым не надо ссориться для кого-то это папа который платит за учебу например и и за все остальное да для кого-то муж грозный которого тоже злить нельзя потому что шубы не купят а уже там зима за окном вот для кого-то для бизнесмена например король мечей это такой ревизор который какой-то инспекция от какую-то проверяющего органа приходит разобраться с которым тоже желательно хорошие все-таки отношения поддерживать поэтому смотрите король мечи не считается такой однозначно хорошей картой в кого-то потому что это давление это интервенция это чужой контроль то есть вас будут контролировать и столкнетесь с разными ситуациями когда вам приходится отчитываться перед кем-то немножко не по-своему поступать немножко наступить на горло собственной песни поперхнуться свободой вообще это портрет умного мужчина король мечей самый умный среди королей вторую порт такой портрет знать умный человек умный мужчина для карт это одно и то же властный авторитетный умный он карта это связывает воедино коллектив десятка кубков то есть что мой начальник и коллектив можно сказать трудовой может сказать что какую-то производственную историю карта для вас описать хотя тот же король мечи это может быть отец семейства собственно все семейство это как раз десятка кубков взаимоотношения одного человека и группа людей а зависимые или зависящие от него вот на чем концентрирует вас эта неделя карты не хорошие неплохие такая комбинация карт скорее полна советов то есть с одной стороны вы среди своих и очень много есть тем рядом людей с похожими интересами можете встретить этих людей познакомиться можете встретить группу ну буквально каких-то таких вот единомышленников это с одной стороны а с другой вопрос остается актуальным а надо ли в эту группу и вам в эту группу и возможно вы этих людей найдете просто не в какие-то не в лучшие времена если предстоит выход на работу вам да на новую работу то карты говорят например очень просто коллектив будет отличный на начальник получится достанется строгий если с каким-то человеком вы сейчас обсуждаете создание семьи то карты советуют вам соглашаться вас ждет счастливая семейная совместная жизнь но заранее вы также должны согласиться и с подчиненным вашим положением то есть этот человек рядом с вами которого придется слушать не почему бы нет умного человека можно и послушаться до совет итальянского оракула для рыб констанца констанца в касаться это постоянство понимать постоянство стой на своем совет и все что вы приобретете куда вы двинетесь где вы окажетесь что вы выберете на этой неделе все это будет очень очень надолго у вас к боюсь таких слов но постоянство констанца может быть и даже навсегда это людей какой-то коллектив какие-то привязанности или коллективные обязательства коллективные ответственности от коллективный успех тоже вы выбираете очень-очень на длительную строк констанца постоянство это лояльность и постоянство это верность сторону верности свой выбор можно сделать спасибо